Финальным аккордом конец августа провожается Ореховым Спасом. Этот праздник соблюдали и во времена язычества. Но с приходом православия традиции изменились, и важность дня возросла. Ореховый Спас приурочили к еще одной знаменательной дате жизни Иисуса Христа. Когда правитель Эдессы узнал об Иисусе, он отправил к нему художника, чтобы тот привез с собой нарисованный лик Спасителя. Полотно с ликом отвезли к правителю, и тот исцелился. Поэтому Ореховый Спас принято называть еще не рукотворным или полотняным. Каждый год, 29 августа, люди начинают готовиться к приходу осени и благодарят природу за щедрый урожай. А наши предки Третий Спас называли осенним или холодным. Считалось, что к этому времени уже улетают все ласточки и даже могут потянуться на юг журавли. В этот день устраивали многочисленные ярмарки и торги. Хорошей приметой было что-то купить, чтобы год не прошел в нищете. По традиции, в этот день непременно нужно освятить в храме свежие орехи, воду и фрукты. А в старину также освящались колосья пшеницы. Многие до сих пор верят, что Ореховый Крест, повешенный у входной двери, защитит завистников и недобрых помыслов. А попарившись в бане с веником из ореха, человек исцелится от болезни и приобретет защиту от сглаза. Заботливые хозяйки накануне торжества старались заготовить целебную настойку. Аксалу подавали ароматную выпечку с фундуком, медом, грибами и маком. Главным угощением во время застолья становился роскошный каравай, испеченный из муки урожая этого года. Народное поверье уходит в древность, когда крестьяне верили, что в августовский день ведьмы отправляются в чащу за древесиной орешника. Может, не зря это дерево считали магическим. Существуют также и талисманы из орехов. А именно, внутрь ореховой скорлупы можно положить записку с заветным желанием, перемотав половинки ниткой и носить при себе. На Руси таким образом делали привороты, в Китае привлекали удачу, а вот в Европе ворожили на деньги. Народная мудрость хранит много других традиций и обрядов, связанных с этим днем. Празднуйте ореховый спас правильно, провожайте лето и встречайте осень с народным церковным календарем. Новости телеканала Луч. Новости телеканала Луч. Новости телеканала Луч. Новости телеканала Луч.